Дамы и господа, сейчас у нас будет выступать девушка, у которой есть тайна. Тайна с большой буквы. Давайте встретим аплодисментами основателя и руководителя фонда Светланы Изамбаевой. Как вы догадались, зовут ее Светлана Изамбаева с темой «Невидимые люди». Ребята, я стояла возле доски и сжималась от страха точно так же, как я сейчас стою перед вами. Просто потому, что я не смогла ответить на свой урок. И так произошло, что учительница мне сказала, какой позор. И весь класс смеялся надо мной. Я сжалась внутри. Мое ощущение внутреннее было такое, что я испытывала чувство страха, ужаса. И мне очень хотелось просто это жгучее чувство страха, ужаса, стыда и позора спрятать. И мне хотелось провалиться сквозь землю и стать невидимой. Это очень схоже, это чувство, которое я испытываю примерно сейчас. Позже мне приходилось в школу приходить синяком на лице, который я усиленно пыталась спрятать, потому что я очень сильно боялась, что если вдруг кто-то узнает, мне придется рассказать, что у меня пьющие родители. Мне было очень тяжело. Я в школе ходила как невидимка, лишь бы кто-то не заметил, кто-то не увидел, что со мной что-то не так. Что у меня есть какой-то внутренний стыд, какой-то внутренний страх, который я не хочу никому говорить. Я думаю, у каждого из вас есть похожие истории. Вспомните, пожалуйста, свои истории. И вспомните, какие мысли были у вас, какие чувства были в этот момент. Какое ощущение было в теле, что вам хотелось сделать. Возможно, вы хотели сбежать, возможно, вам хотелось спрятаться, возможно, сжаться, а возможно, даже закричать на кого-то, сказать, да как же так, почему так со мной? Мне очень часто хотелось стать невидимой. Прошло время, я уже выросла. Я поступила в университет, я стала работать очень рано. Я снималась без жилья, у меня было очень много друзей, подруг, знакомых. Меня стали ценить и уважать. И я уже думала, что я справилась с этим чувством стыда, который внутри меня. Мне казалось, что я могу контролировать свои эмоции. И тут, в какой-то момент, мне было 22 года, я узнала, что у меня ВИЧ. Ужность, шок. И все то, что я испытала, было похоже на то, что я хотела вновь провалиться сквозь землю. Но это было многократно сильнее. Мне хотелось бежать, мне хотелось спрятаться от этой стыдной болезни. Я не понимала, откуда она у меня и как так произошло. Я очень много задавала себе вопросов, а почему я, почему это со мной произошло. И я думаю, что сейчас первое, что у вас возникло в голове, первый вопрос, который вы бы хотели мне задать, а как же так получилось? Как она заразилась? И вы знаете, именно этот вопрос, он еще сильнее подвергает меня и многих других людей в стыд. Потому что этим вопросом как будто бы отсекаем часть людей. И кажется, что ты из социально неблагополучной группы, которую принято считать, так как принято считать, что ВИЧ-инфекция – это позорная болезнь, которую они приобретают простым способом. И весь этот ужас, шок, стыд, все то, что я испытала, невозможно рассказать одним словом, одними словами. Мне хотелось забежать, спрятаться, скрыться. И я успешно это делала. Вы знаете, для того, чтобы у человека появился стыд, ему нужны люди, ему нужно окружение. Но для того, чтобы справиться с чувством стыда, человеку тоже нужны люди. И тогда, для того, чтобы справиться с тем шоком и одиночеством, который внутри я испытывала, с тем ужасом, который был внутри меня, с теми ощущениями в теле, которые были внутри меня, я стала приходить к своему врачу. Я стала задавать множество нелепых, глупых, тупых вопросов. Вплоть до того, что можно ли мне есть макароны, или же можно ли мне обливаться водой, а что делать дальше, сколько лет мне осталось жить. То есть это были такие вопросы, вроде они казались вполне объяснимые, но сейчас я понимаю, что это вот достаточно такие глупые вопросы. Ну вот, кто бы задал вопрос, можно ли мне есть макароны теперь, если у меня ВИЧ. Мой врач, она очень меня выдерживала. Она сидела напротив меня, я спрашивала ее, и благодаря тому, что она была рядом, смотрела на меня, благодаря тому, что она выдерживала мои вопросы и не отвергала, я чувствовала себя принятой, я чувствовала себя видимой. Я вдруг поняла, насколько мне это важно, насколько мне это необходимо. И в этот момент я поняла, что у меня есть внутренние силы справляться с тем, что происходит в моей душе. Я думаю, что вот эта поддержка, она позволила мне идти дальше. Она позволила мне не сломаться и начать помогать другим. Позже я стала работать социальным работником с ней вместе. Чуть позже я выучилась на психолога и стала помогать другим людям. И позже я открыла свой благотворительный фонд. И я очень радуюсь тому, что могу помогать и поддерживать другого в самые сложные моменты. Вы знаете, я думаю, что это качество есть у каждого человека, в каждом из нас. Если вы сейчас вспомните тот момент, когда вам было очень сложно, подумайте, пожалуйста, о том, что было с вами. Кто вас поддержал в самые сложные минуты отчаяния? Кто был рядом с вами? Кто подал вам руку помощи? Кто улыбался в самый сложный момент? Возможно, это ваша мама, возможно, это ваш близкий, родной человек, с кем вы могли поделиться этой историей в свои минуты отчаяния. Поблагодарите этого человека. Мысленно просто поблагодарите его за то, что он был рядом с вами. Я сейчас, на сегодняшний день, очень много помогаю людям. И у меня есть несколько историй для вас. Совсем недавно я консультировала девушку. Мы с ней познакомились совершенно случайно. Даже не случайно ко мне прибежали две сестры на работу, в спеццентре я консультирую. Они прибежали ко мне, и в глазах у них было такое чувство отчаяния, боли, ужаса, страха. И мне были так понятны эти чувства. И в этот момент эти две сестры сказали, вы знаете, мы так боимся за нашу старшую сестру. Мы не знаем, как быть. Она уже 10 лет не приходила в больницу. Она отвергает врачей, она не ходит никуда. И мы очень боимся за ее здоровье, за ее жизнь. И так как она боялась врачей, мы договорились, что я приду как их подруга. Меня привезли сестры к ним домой, как подругу. И в этот момент, когда я пришла к ним, села на кухню, ну, как подруга, мы стали разговаривать. И стали разговаривать так тепло, хорошо. Это не сразу так тепло, конечно же, получилось. Нужен был какой-то контакт, познакомиться. Но самое главное, я считаю, в этот момент, это две ее сестры, которые в какой-то момент тихонечко отошли из кухни. И я видела, как у одной сестры пальцы были скрещены на руках. И я поняла, насколько важна любовь, эмпатия, забота и тепло этих сестер. Я сидела и рассказывала ей о том, что будет, если она выберет жить без лечения и не ходить к докторам. И что произойдет, если она все-таки начнет лечиться. И вы знаете, я дала возможность ей выбрать. И этот выбор есть в каждом из нас. И она выбрала жить. И она уже четвертый год на лечении. И все это благодаря тому, что ее сестры захотели, чтобы она была жива. Совсем недавно, на этой неделе, я консультировала еще одну женщину, которую привезли вернее, это была совсем крохотная девочка, ей три годика. И ее привезли ко мне из соседнего города. Эта девочка сидела на руках женщины. Я спросила, а где же мама? Женщина так ласково, заботливо гладила белокурые волосы этой малышки. И мне в ухо прошептало. Знаете, она всех нас заставила поверить, что этого нет, что этой болезни не существует. И, к сожалению, она умерла и заразила ребенка. Я точно знаю, что эта малышка будет жить благодаря тому, что теперь рядом с ней тот заботливый, взрослый человек, который поддержит в любые минуты. И сейчас она на лечении. И это позволит этой малышке жить долго, счастливо, и умереть от старости, и родить здоровых детей. И таких историй у меня множество. Еще одна маленькая история, когда любовь, забота, поддержка, тепло помогло спасти человека. Я с ней познакомилась на одной из акций. Мы проводим очень много мероприятий для наших подопечных детей. И она пришла с двумя малышками и со своим супругом. Но самое невероятное в том, что несколько лет назад эту женщину заносили на носилках в туберкулезный диспансер. Она не могла уже ходить, она не могла двигаться. У нее была очень тяжелая стадия спида и туберкулез. Рука у нее свисала с носилки, голова тоже. И она лежала в таком состоянии. У нее она мама, у нее двое детей, двух малышек, которые тоже были ВИЧ-инфицированы, и с туберкулезом отправили в другой туберкулезный диспансер детский. И в этот момент женщина, когда ее заносили вот в таком состоянии, рядом оказался человек, который выздоравливал и лечился тоже. То есть он как волонтер, как человек уже на выздоровление помогал заносить новых пациентов. И этот парень, он так нежно, заботливо взял ее руку и положил на носилки. И так заботливо положил ей голову на место, чтобы она лежала спокойно, свободно, что она открыла глаза. Ей очень сложно было говорить. И она увидела молодого человека и сказала, пожалуйста, бросьте меня. Пожалуйста, я не хочу жить с этим позором. я не хочу никого не видеть и не слышать. Оставьте меня. Вы знаете, ее никто не оставил, слава Богу. Ей помогли, и этот молодой человек был все время рядом. Он помог ей адаптироваться в больнице. Ее родная сестра оформила, девочки раньше выздоровели от туберкулеза, и ее родная сестра взяла под опеку этих двух малышек, а каждый день она приходила с домашней, теплой едой, такой домашней, с любовью приготовленной, и переносила этой женщине. Два года она лежала в больнице, и когда она выходила из больницы, молодой человек вышел раньше, он выстроил раньше. Ее на пороге больницы встретил мужчина, этот человек, который когда-то помог ей руку положить на носилки, с огромным букетом цветов и с коробочкой, где прямо на крыльце он сделал ей предложение. И сейчас эта семья полна любви, тепла, заботы, и вот это невероятное чувство, невероятное понимание того, что чудо произошло, ведь никто из врачей не верил, что она выживет. И вы знаете, я точно знаю, что в каждом из нас есть эта невероятная сила любви, сила поддержки, эмпатия. Это то, что живет в каждом из нас, и этого не отнять. Я здесь, как каждый раз, когда я озвучиваю эту историю, я понимаю, что эти истории невероятные, они, люди должны их знать. И важно, чтобы каждый из нас чувствовал это. Ведь прямо сейчас, когда вы вспоминаете свои истории, когда вам было сложно, минуты отчаяния, тепла, вы вспоминаете тех людей, которые вас поддержали. Я здесь, потому что мне тоже страшно. Я здесь, потому что я хочу справиться со своим страхом, который внутри меня. Я здесь, потому что я хочу быть видимой вами и я очень хочу, чтобы эта болезнь, боль, отчаяние, любая идентичность или роль, она стала видимой. Я здесь, потому что я очень хочу прекратить глупые инфицирования. На сегодняшний день миллион людей, более миллиона людей официально зарегистрированы и живут с ВИЧ-инфекцией. А сколько еще людей, которые находятся со своей болью, неважно, это ВИЧ, онкология, любая болезнь, любая идентичность, роль. И я здесь, потому что я знаю, что в каждом из нас есть есть какая-то невероятная сила, это даже не сила, это любовь, для того, чтобы поддержать, принять, увидеть, спасти и, возможно, исцелить человека. И это то невероятное, что есть в каждом из нас. Спасибо за внимание. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ